Мир по-африкански. С чем семь глав государств южного континента приехали в Киев и с чем уехали в Россию? Зачем африканские страны решили пополнить ряды клуба миротворцев и будет ли это иметь успех? Морская свинка Путина, как российский диктатор, проводит Петербургский международный экономический форум, который все меньше экономический и де-факто уже давно не международный. Вагнаров стоило, подпишет ли Пригожин контракт в Шойгу и что дальше ожидает его армию наемников? Мелодия Рамштайна, когда Украина получит долгожданные военные самолеты западного образца и о чем еще договорились в Брюсселе. Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец, обо всем этом и многом другом. Прямо сейчас смотрите сами. Прошлая неделя выдалась богатой событиями в мире, но самое главное, она так же, как и предыдущая, в Украине прошла по двое сирен воздушной тревоги. Если ничего не изменилось, сирены орали и на позапрошлой неделе, и в течение всего мая, то зачем я вам об этом говорю? В чем же новость? А новость в том, что в этот раз сирены российские ракеты встречали делегацию глав дружественных России африканских стран. Египет, ЮАР, Сенегал, Замбия, Конго, Уганда и Каморы. Семь африканских глав государств приехали убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным. Иронично, правда? Сначала лидеры этих стран говорят о немедленном прекращении огня, говорят о том, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным, а он, Путин, встречает их ракетными ударами. Так же, как до этого и своего врага Джо Байдена, и Бориса Джонсона, и многих других. Правда, ирония еще и в том, что в то время, как одна из российских ракет разрушила дома и ранила нескольких жителей пригорода Киева, помощник Сирила Ромофосы, президента ЮАР, успел написать в соцсетях, что они, мол, ни сирен, ни выстрелов не слышали. Хотя позже сам Ромофоса признался, что что-то все-таки слышал. Надо же, слух обрел. Сегодня, во время нашего визита, мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию. Ромофоса в этом визите явно тянула дело на себя. Среди семи, посетивших Киев африканских лидеров, он больше всех выделялся неоднозначными заявлениями и предположениями. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он озвучил 10 пунктов африканской мирной инициативы. Итак, что же там находится? Мир должен быть достигнут только дипломатическим путем, считает африканский президент. Ну, тут и не поспоришь. Мир – это всегда плод дипломатии. Другое дело, что этой дипломатии предшествует. Ни разу в истории конфликтов их заморозка не решала проблему, а только откладывала во времени. Второй пункт назван модным словом «деэскалация». Ромофоса под этим подразумевает, что обе армии должны перестать стрелять. Выглядит абсурдно, ведь иностранной армии априори не должно быть на чужой территории, а правообороняться гарантировано уставом ООН, которому часто и апеллируют и Россия, и африканцы. Уважать суверенитет в соответствии с тем самым уставом ООН – а это, кстати, следующий пункт мирного плана Ромофосы. Звучит красиво, только по факту Россия чихать хотела на устав ООН, когда вторглась на территорию Украины 9 лет назад. Как этого добиться, Ромофосы не уточняют. Понятное дело. Гарантии безопасности – это то, с чем Украина и Россия пытались сесть за стол переговоров в самом начале полномасштабки. С одной стороны, Киев дает гарантии не вступления в НАТО, а с другой – ну, а с другой – непонятно что, ведь Будапештский меморандум уже подписывали. А толку? Экспорт зерна и удобрений в Африку – это важный пункт, к нему я еще вернусь. Дело в том, что африканцам очень не хватает украинского зерна, ну и российских удобрений. Киев не может нормально экспортировать свои зерновые и внуждающиеся страны из-за войны, которую развязала Россия, ну а сама Россия не может экспортировать удобрения из-за санкций, которые ввели из-за нападения на Украину. Змея, которая кусает сама себя за хвост. Гуманитарная помощь – пункт обязательный для любой мирной инициативы. Без него ни один мирный план серьезно воспринимать никто не будет. Вполне убедительно, тем не менее, выглядит следующий пункт – обмен пленными и возвращение на родину детей, которых россияне вывезли из Украины. Это кто, из-за чего ГАГский уголовный суд выдал ордер на арест Путина? Пойдет ли на это Путин? Думаю, нет. Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим. Как по мне, при всей очевидности тезис вызывает больше вопросов, чем дает ответа. Кто восстанавливает и оказывает эту помощь? За чей счет? Речь идет о репарациях или это какая-то хитрая формула, когда России все должно сойти с рук? Вопрос открытый. Ну и в финале более тесное взаимодействие со странами Африки. Не знаю, почему это включили в мирный план, но этот пункт явно больше свидетельствует о том, что Африка хочет быть услышанной на международной арене. В частности, в Генассамблее ООН. Ответ Зеленского был очевидным и предсказуемым. Нет. Сначала деоккупация, потом все красивые слова из списка. Никто не может быть уверен, что их границы под защитой, а безопасность своих людей гарантирована, пока Россия пытается сделать агрессию и воровство чужих земель глобальной нормой. Очевидно, что прекращение российского террора и вывод всех российских войск со всей территории Украины это то единственное, что способно остановить эту войну. А зачем это все? Ведь клуб миротворцев уже и так прилично разросся. Турция, Китай, Папа Римский намекал на подобные миссии в свое время и Израиль. Единственное, кому сейчас, пожалуй, не до этого, так это Лукашенко. Он нежно и с любовью протирает батистовым платком российские ядерные ракеты, которые уже, судя по всему, в Беларуси. Ответ, зачем это африканцам, отчасти зашит в привезенном мирном плане. Зерно из Украины и удобрения из России. До полномасштабной войны Украина была крупнейшим поставщиком зерна в мире, а Россия продавала туда огромное количество минеральных удобрений. Неожиданно для всех вторжение Путина повлияло даже на Африку. Нестабильность, возникшая где-либо, это нестабильность повсюду. Есть всего одно человечество, так что мы все должны сфокусироваться на мире безопасности и стабильности, которые принесут развитие. А вы что, правда подумали, что делегация, прибывшая в Киев по согласованию с Путиным, могла проникнуться в визитом в Бучу? Ведь они, даже будучи в Киеве, пытались не услышать российских ракет. Тут еще можно уйти в конспирологию и предположить, что этот визит мог быть прощупыванием почвы. В Кремле отрицают возможность каких-либо переговоров, обвиняют в их срыве Украину, ничего, собственно, нового. Но мы ведь понимаем, что все давно уже пошло не по пламу. Вероятность того, что окружение Путина ищет неочевидные пути выхода из кризиса, все же есть. Между прочим, сама по себе делегация африканских лидеров весьма интересна. Смотрите сами. Южная Африка и Уганда – страны из российской орбиты. Замбия и Каморы, наоборот, ближе к западу по деньгам и духу. Египет и Сенегал, а также Конго – демонстративно нейтральны. Такая себе делегация баланса сил. Тут еще вот какая штука. Южная Африка сейчас под пристальным оком Вашингтона. После скандала, который разгорелся в мае, когда американский посол ЮАР обвинил страну в том, что она тайно поставляет оружие Москве. По его информации, в декабре российское судно загрузили оружием и боеприпасами на военной базе «Саймонстаун». Непонятно, правда, груз предназначался для Министерства обороны России или для армии Пригожина, которая испытывала снарядный голод. Пригожин в Африке – известная личность, но предположений делать не будет. В любом случае, власти ЮАР все отрицают. Южноафриканское правительство заявило, что запускает независимое расследование. Для этого привлекли ушедшего на пенсию местного судью, который и должен во всем разобраться. Такое вот африканское своеобразное понимание независимого расследования. Ну и не стоит забывать о том, что ЮАР не поврезговала принять участие в военных учениях вместе с Китаем и Россией, которые совпали по времени в аккурат с годовщиной полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Ну и да, международный саммит БРИКС, который пройдет в Кейптауне в августе этого года, куда Путин не сможет поехать из-за того самого ордера на арест. Может, Ромофоса надеялся, что если Путин вернет украинских детей назад Украине, то обвинения с него снимут. И он таки сможет приехать к нему в гости. Ведь выйти из римского договора у Ромофоса не получилось. Его администрации пришлось даже оправдываться, что, мол, их шеф они правильно поняли, когда он об этом пафосно объявил. Хочешь мира, готовься к войне. Очевидно, этим руководствовалась делегация Ромофоса, когда ехала в Украину с мирными инициативами. Иначе объяснить, зачем его охрана взяла с собой 12 контейнеров с оружием и снаряжением, я лично не могу. Кстати, из-за этого его визит вообще оказался под угрозой. Правительственный борт Ромофоса приземлился сначала в аэропорту Варшавы, а оттуда должен был полететь дальше, в Жешу, откуда президент ЮАР должен был весело поездом добраться до Киева. Но незарегистрированное оружие, амуниция и 120 непонятных людей, которых не указали никаких документов, вызвали немало вопросов у польских пограничников. Те в итоге не разрешили президентской охране и пул журналистов лететь в Жешу. Вот такая вот получилась миротворческая делегация. Ну и в завершение блока еще одна неочевидная причина, почему России выгодно, чтобы клуб миротворцев растет не по дням и по часам. Дело в том, что все эти так называемые миролюбивые предлагают очевидно абсурдные сценарии мира, которые для Украины будут означать капитуляцию в войне. Такое количество этих сценариев от разных стран позволит Путину создать впечатление, что мнение мира по поводу полномасштабного вторжения в Украину постепенно меняется. Информационная манипуляция, которую Кремль пытается осуществить путем подкупа одних дешевыми энергоносителями и запугивания других голодом и дефицитом хлеба. В итоге не солоно хлебавшая делегация лидеров африканских стран уехала из Киева в Россию. Зачем? Этого не понял ни Владимир Зеленский, к которому они приезжали, ни политические обозреватели, и мне, если честно, тоже непонятно. Хотя, с другой стороны, что же увидели африканцы на форуме Питера уже в следующем блоке? Смотрите сами. Морская свинка давно уже стала воплощением парадокса, потому что ни к свиньям, ни к морю этот грызун ровным счетом никакого отношения не имеет. Так и Петербургский международный экономический форум уже окончательно превратился в морскую свинку Путина. Не экономический и точно не международный. В этом году в Питер приехали даже не все лидеры стран СНГ. А не то, что западные делегации. К примеру, президент Казахстана после прошлогоднего противостояния с Путиным тоже не поехал. Напомню, в прошлом году он отказался признать суверенитет так называемых республик Донбасса и призвал Путина уважать международно признанные границы соседей. И вот уже в этом году уровень казахстанской делегации понизили до двух второстепенных чиновников. Вице-премьер-министра Романа Аскляра и заместителя министра экономики Тимура Ажак-Сылыкова. Ну и, как я уже сказал, форум в этом году практически не касался экономики. Это скорее витринная пропаганда о том, как в России жить хорошо. Ну и всякого разного. Чему же, собственно, уделили внимание на этот раз? Даже само название в этом году более чем красноречиво. Сейчас попытаюсь его воспроизвести. Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. Вы здесь видите слово «экономика», а международное сотрудничество? То, ради чего, в принципе, подобные мероприятия и устраивают? Нет, я, если честно, тоже не вижу. А что я вижу? Я вижу двух скоморохов – Николая Баскова и Григория Лепса, которые обещают миллион рублей тому, кто уничтожит немецкий танк «Леопард». Смотрите сами. По миллиону рублей, так как объявлено было, кто подобьет танк «Леопард-Леопард-2» – миллион рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Идею премии предложил музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. А инициативу помимо «Баскова и Лепса» поддержали также Александр Маршал, Виктория Эдайнека, Лариса Долина, Любовь Успенская и Анна Семенович. Ну и тот самый певец-депутат Денис Майданов, который представил массам клип о «Сарматушках». На Соединенные Штатушки они, конечно же, не полетят. Потому что если за полтора года полномасштабки не полетели, то уже чего тогда и начинать. По крайней мере, так считают международные обозреватели, хорошо осведомленные в этой теме. А вот ЛДПР на форуме показала посетителям нейросеть «Жириновский». Ну, любят в России Жириновского. Кстати, по данным последних рейтингов, покойный Вольфович обогнал живого Пескова. Вот потому, наверное, и дали ему на форуме выступить с того света. Хотя, если отбросить иронию и вдуматься, то сегодня Путин осуществляет то, о чем Жириновский говорил несколько десятилетий назад. И тогда это казалось абсурдным. Ну вот, сегодня мы видим, что Россия ввела войска в Белоруссию и разместила там ядерное оружие. О чем это говорит? О том, что Жириновский пророк? Или, скорее, о том, что Путин все же слетел с катушек? Эксперты Американского института изучения войны считают, что все не просто так, и Лукашенко даром радуется. И российская армия, и российская ядерка на территории его страны – это способ усиления военного контроля над Минском. При этом сам Лукашенко в это время пригласил к себе пропагандистку Скобееву и рассказывает о том, что он сам контролирует тактические ядерные ракеты, которые у него под носом поместил Путин. И все равно, что Центр принятия решений о его применении совсем не в Минске разместился. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасахе. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Но вернемся к форуму. Когда я за ним наблюдал, кроме образа морской свинки, мне в голову еще пришел образ ярмарки абсурда, где все расставлено, чтобы пускать пыль в глаза. Но даже эта задача оказалась не по зубам. Вот, например, новинка российского автопрома «Лада Аура», в которую усадили не кого-нибудь, а главу Сбербанка России Германа Грефа. И тот инновационное премиальное чудо импортозамещения с первого раза завести не смог. Борьба с гендерным равенством и феминизмом – еще одна топ-тема перкишского форума. По этому поводу наговорили много абсурда, но всех превзошла официальная представитель российского МИДа Мария Захарова. Та вообще рассказала о задачах, которые нынче стоят перед российскими женщинами. Смотрите сами. Сейчас в полный рост перед нами, перед женщинами стоит задача сохранения родно-человеческого не в плане размножения, тут уже альтернативные пути нам придумали, как можно размножаться, а в плане сохранения нас как цивилизации. Новые регионы. Прошлой осенью целая армия кремлевских политтехнологов корпела над тем, чтобы как можно быстрее присоединить оккупированные украинские области к России. Ничего нового не придумали. По старинке проводили так называемые референдумы. Старались как могли. Правда, потом части этих территорий пришлось все же отступать. Но это уже детали. Легитимизация – любимая забава Путина. Именно поэтому, а не только лишь потому. На форуме были и стенды оккупированных регионов. Все по классике. А как еще это все легализовать в собственных глазах? Выдуманные республики Донбасса, разграбленные Запорожской и Херсонской области. Символы новой экономики России. С этим не поспоришь. Только вот так называемые новые территории Путину вряд ли удастся удержать. А вот с новой экономикой России все же придется жить не одно десятилетие. Зе – забота о собственных гражданах. Путин из шкуры вон лезет, чтобы показать плебеям, что он добрый царь. Постановить, оплатить, перекрасить, отремонтировать – он щедро нарезает задачи министрам на заседаниях правительства. Да только вот на практике цифры говорят сами за себя. Кроме оккупированных украинских регионов, на форуме представлены стенды и собственных – российских. Вот Белгородская область, пример. В порыве показать, как у них все хорошо, истратила на стенд на форуме вдвое больше бюджетных денег, чем на компенсации собственным жителям за разрушенные войной дома. Стенд обошелся в 11 миллионов рублей, а белгородцам в общей сложности выплатили чуть менее 6,5. А вот жителям сгоревших, разбомбленных и разрушенных домов в Шебекинском районе достанется на всех один всего лишь миллион. А вот когда в Шебекино было громко и нужно было вывезти детей, эвакуацию проводили только за деньги их родителей – по 3 тысячи за ребенка. Ну ничего, зато стенд красивый, чтобы перед миром не опозориться. Ой, ну Амир же туда не приехал. Ну ничего, зато, наверное, перед собой не стыдно. Практически в каждой программе я вам говорю о том, что с жизнью в России далеко не все, слава богу. И каждый раз думаю, что все. Больше на эту тему сказать нечего. Вот посмотрите на импортозамещенные квадрокоптеры российского производства, которые сейчас массово поступают в войска. Их на выставке тоже тьма. Да, вы, наверное, уже догадались, что импортозамещенные российские дроны на деле оказались дешевыми птичками китайского онлайн-маркета Алиэкспресс. Как и робот-собачка, которого тоже сюда притащили. Все было бы просто предельно скучно. Очередная попытка построить Потемкинские деревни непонятно для кого. Внешняя аудитория на это не купится. А вот внутренняя вполне может быть. Ну или нет. Я часто наблюдаю за тем, что происходит в российских регионах, которые, по идее, должны были быть богатыми. Ну а на деле... А на деле в Якутии, земле алмазов, под знаменитым плакатом «Единой России» «Спасибо за ваш выбор» продолжают садиться на мель транспортные средства. Вот еще одна маршрутка не доплыла до пункта назначения. А жители микрорайона «Кирзавод» в Якутске почти неделю живут без воды. Но ничего, они не сдаются. Если чиновники не на их стороне, то природа точно встанет за них. Смотрите сами. Заводская 25. Выживаем как можем. Хорошо дождик на целый день зарядил. Второе ведро набирает. Петербургский международный экономический форум стал таким же неудобоваримым, как и аббревиатура его собственного названия. Есть вообще люди, способные с первой попытки произнести ПМЭФ. Теперь ПМЭФ явно обрел характер местечкового события сельского клуба, где все выступают исключительно ради собственного удовольствия или чтобы утешить эго председателя этого же села. Ну а пока среди стендов с мертвым жириновским, китайскими коптерами и нерабочей ладой премиум-класса ходили первые умы России и думали над тем, как же еще предотвратить расширение НАТО на восток в Брюсселе, чтобы в квартире того самого НАТО вовсю готовятся к июльскому сабиту в Вильнюсе и думают, как дальше вооружать Украину. Но об этом уже в следующем блоке. Смотрите сами. Итак, Брюссель – столица Евросоюза и дом для блока НАТО. Сюда на очередную встречу приехали министры обороны из стран-членов военного блока и министр обороны Украины Алексей Резников. В одном месте произошли сразу два знаковых по их результатам события, тесно переплетенных между собой. Собственно, встреча министров обороны – это сверка часов и подготовительная работа перед саммитом, который пройдет в Вильнюсе в середине июля. Но почему же так важна эта подготовительная встреча? Да потому что именно на ней происходит все самое интересное. На самом саммите лишь объявят уже о готовых решениях и финализируют последние штрихи, так сказать. Перед тем, как главы государств могут пожать друг другу руки, идут многие месяцы кропотливой работы. Что же произошло в Брюсселе? Украина рассчитывает в Вильнюсе получить документ, который называется ПДЧ, то есть План действий по членству в военно-политическом союзе. Грубо говоря, тезис про открытые двери уже давненько устарел. Ведь зачастую открытые двери элитных клубов надежно охраняют, и войти в них ой как непросто. Так вот, получит или не получит Украина тот самый ПДЧ? Вопрос, который волнует всех без исключения. И Зеленского, и даже Путина. От этого многое зависит. Как показала практика, пока НАТО может быть единственной гарантией безопасности для Украины, тогда как все альтернативные форматы вызывают споры и вопросы. Все решения в НАТО принимаются только единогласно. И несмотря на принципиальное единство блока в ключевых вопросах, там есть так называемые скептики, которые хотели бы, чтобы Украина не переступала порога той самой открытой двери. Про российская Венгрия – яркий пример. Среди недели ряд именитых международных изданий опубликовали статьи, в которых говорится, что США прощупывают почву, чтобы дать Украине реальную перспективу членства в НАТО, но без указания конкретных временных рамок. Это успокоит как Киев, так и строптивых союзников, которые боятся ядерного гнева Кремля и потери газовых потоков из России. Генсек НАТО Йенс Толпенберг встречался с американским президентом и поговаривают, предложил ему вариант упрощенной процедуры принятия Украины в лавы НАТО без формальностей, обязательных для других стран. Таким образом, можно будет облегчить тернистый путь Киева к коллективной безопасности. Если все выстрелит, Украина сможет перешагнуть через ПДЧ. Такой прецедент уже есть. Так в блок приняли недавно Финляндию, и, судя по всему, такой же сценарий ожидает и Швеция. А кто же, кроме Венгрии, побаивается членством Украины в НАТО? Раньше определенные опасения высказывали и Соединенные Штаты. А теперь вот такое смещение центра тяжести. Хоть напрямую об этом никто не говорит, но и Германия, и Франция тоже явно осторожничают. «Что же мы за соседей, если мы не поможем Украине выжить?» Это знаменитая фраза, которую генсек НАТО Столтенберг сказал после открытого вторжения российских войск на территорию Украины, и с тех пор он один из самых рьяных адвокатов Украины в плане евроатлантической перспективы. Теперь еще одна задача. Столтенберг занимает должность генсека с 2014 года и, как никто, владеет российским вопросом. Бывший премьер-министр Норвегии, он должен был бы закончить свою каденцию уже этой осенью. Но сейчас союзники думают, как еще продлить его срок хоть на один год. Хотя у самого Столтенберга карьерного кризиса нет, его уже давно ждет другая, не менее престижная должность. Если Столтенберг останется, то на саммите в Вашингтоне в следующем году он отпразднует свою десятую годовщину в кресле генсека. Ну и еще один аргумент в пользу того, чтобы он не менял работу сейчас. Незавершенный процесс вступления Швеции и в Вашингтоне считает, что Столтенберг отличный дипломат, который справится с этой задачей. Хотя нужно понимать, что страны Балтии и Польша, к примеру, которым Россия неоднократно непрямолинейно угрожала, предпочли бы видеть в этом кресле своего кандидата. Мол, он точно будет лучше понимать контекст. Хотя южные страны НАТО тоже хотели бы включиться в игру. Мол, почему всегда Северная Европа? Как бы там ни было, внутри блока кипит бурная политическая жизнь. Но при этом, учитывая огромный военный вклад США в НАТО, к слову Вашингтона всегда прислушиваются. Дипломаты высокого ранга поговаривают, что Столтенберг якобы и не против остаться. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Если Байден сделает ему публичное предложение заранее, чтобы оно не затмило вильнюсский саммит. В любом случае, именно он все и покажет. Ну и традиционно, на встречу министров обороны в Брюсселе совместили с очередной встречей в формате «Рамштайн». Это американская инициатива, которая помогла создать коалицию из западных стран, которые помогают Украине оружием. Фишка «Рамштайна» в том, что он намного шире, чем ЕС и НАТО. В Евросоюзе 27 стран, в НАТО уже почти 32. А в формате «Рамштайн» принимает участие более 50. То есть почти в два раза больше. Главной новостью прошедшего «Рамштайна», конечно же, стало то, что Украина смогла продавить и договориться о создании коллекции птичек для своих вооруженных сил. Теперь неформальное объединение стран будет заниматься поиском самолетов для ВСУ и обучением украинских пилотов. Пока публично объявили о том, что Киеву передадут Ф-16, хотя не исключено, что и другие модели военных самолетов тоже пополнят украинский авиафлот. Пока неизвестно, какие страны и сколько истребителей планируют передать Украине. Но обучение пилотов – ключевой шаг к тому, чтобы эта передача состоялась. Западные самолеты, очевидно, не смогут использовать в нынешней наступательной операции сил обороны, поскольку в Украине они окажутся не раньше, чем через несколько месяцев. И еще одно важное событие. В этот раз впервые состоялось заседание комиссии Украина-НАТО. А ведь с 2017 года работу этого ключевого органа блокировала Венгрия. Очевидно, комиссия Украина-НАТО заседала при этом в последний раз. Ведь теперь коммуникация между Киевом и военным блоком переходит в новый формат. И это также будет одним из решений, объявленных в Вильнюсе. Первые подробности птичьей коалиции раскрыл украинский министр обороны Алексей Резников. Чиновник объяснил, что коалицию будут возглавлять Дания и Нидерланды. Ведь они как раз и ожидают поставок более современных многоцелевых бортов пятого поколения F-35. Все официальные подробности птичьей коалиции пока держат под замком. Никто еще в ней будет участвовать, ни количество самолетов, ни сколько пилотов будут обучаться летать на западных самолетах. Пока никто не рассказывает. Но самолеты это еще вопрос месяцев. А война и масштабное наступление сил обороны в полном разгаре уже сейчас. В Москве злорадствуют, что смогли подбить несколько леопардов, часть из которых оказалась сельскохозяйственной техникой, а часть действительно немецкими бронемашинами. Техника это не на выставке. Она участвует в боевых действиях. В наступательных операциях, увы, техника приходит в негодность, иногда ее вовсе уничтожают. Даже если это самая лучшая техника в мире. Это ни для кого не новость. Поэтому еще один важный аспект, который обсудили на этом Рамштайне, это ремонт танков и бронетехники. Сейчас Польша и Германия совместно работают над созданием хаба, где будут обслуживаться танк и леопард. И в этот раз в Брюсселе они сообщили союзникам, как именно этот хаб будет работать. А еще украинский танковый арсенал пополнится новыми леопардами. О передаче четырех кошек второго поколения сообщила Испания. А к ним Мадрид передаст Киеву еще 20 гусеничных бронемашин, которые вот-вот уже прибудут в Польшу, а оттуда сразу в Украину. И тут можно было бы поставить в этом блоке точку. Но я пока поставлю запятую. Ведь Россия не прекращает ракетные удары по всей территории Украины, и небо нужно держать на замке. В Кремле радостно сообщили, что уничтожили американские патриоты. Да вот беда, с количеством не угадали. Ну послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов патриот, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Пять систем патриот существует только фантазии Путина. В Украине их всего две. Поэтому смотрите сами, насколько вероятно, что российская армия попала хотя бы в один из них. А кроме патриотов, Украина еще и пополнит свой арсенал ракетами малой и средней дальности. Их передают Британия, Дания, Нидерланды и Соединенные Штаты. К тем самым патриотам еще 64 дорогостоящие ракеты даст Германия. И 200 ракет с неуказанным системом поставит Канада. Подарок темной коробке преподнесет и Италия. Правительство страны огласило, что уже готов новый пакет военной помощи, но что в него входит, пока держит в тайне. Ну и, конечно же, наступательная операция в центре внимания западным партнерам. Важно понимать, что все оружие используется эффективно и приносит результат. Они неоднократно говорили о том, что успехи на поле боя гарантируют успехи за столом переговоров. Кремль хоть и пытается показать, что контрнаступление сил обороны продвигается плохо, но независимые эксперты и западные разведки говорят о совершенно противоположных результатах. Да, не без сложностей, увы, не без потерь. Но сотни квадратных километров украинской территории возвращаются под ее контроль. Россия показала нам одни и те же пять единиц техники тысячу раз с десяти разных ракурсов. Но, откровенно говоря, у украинцев еще очень много военной техники. Да, как мы и предполагали, это будет тяжелая битва. Наша позиция в том, чтобы и дальше предоставлять Украине все необходимое для военного успеха. Между прочим, об успехах украинского наступления говорит и главарь армии пророссийских наемников Евгений Пригожин, который, похоже, уже даже Путину не мил. Но об этом уже в следующем блоке смотрите сами. Итак, Пригожин продолжает, если выражаться понятным ему языком, катить бочку на Сергея Шойгу. Новое видео, новые заявления. Все это уже есть в интернете. Прикрывают свой левый фланг. Площадь, которую они сумели занять на сегодняшний день, они оценивают как сто квадратных километров, по моим подсчетам даже чуть больше. Двигаются они аккуратно, спокойно. Потеряли они два леопарда и несколько, там, Брэдли и так далее. Собственно говоря, обычные боевые потери. Это я не для пиара их, а для того, чтобы мы просто здраво оценивали. Примечательно, что Путин всегда молчал и никак не комментировал противостояние Пригожина и Вагнеров с регулярами и лично министром обороны, и начальником генерального штаба. И вот Шойгу заявляет, что все наемники должны стройными рядами идти в куда менее стройные ряды вооруженных сил России. Ответ Пригожина никого не удивил. Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК Вагнер не будет подписывать никаких контрактов в Шойгу. Но тут свое слово все же сказал российский президент. Обратите внимание, риторика мягкая, нет ни намека на критику. Путин под соусом отеческой заботы говорит о том, что время нелегалов на фронте закончилось. Все привести в соответствии со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом. Мы, безусловно, не должны ставить людей в какое-то ложное положение. Неужели Путин стал на сторону Шойгу? С одной стороны, это было бы логично. Президент должен был бы поддерживать свое военное руководство. Ну а с другой, слишком просто я промечу. Ведь цели так называемой спецоперации до сих пор не выполнены. Хотя кто знает, какие именно цели преследует Путин. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее. Главное для нас защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада. Чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Ну и что теперь? Где же та путинская вертикаль власти? Но если вы принимательно присмотритесь к тому, как поступает Путин со строптивами, то он никогда не вступает в открытую конфронтацию. Они просто постепенно исчезают из широкого поля зрения. Иногда исчезают, правда, физически. Ну а с другой стороны, если Пригожин окажется прав, и Путину придется на кого-то повесить военный провал в Украине, так будет даже удобнее. Ведь Пригожин на самого ВВП никогда в открытую не напирал. Даже когда сказал, что его боевики подписывать контракт с Минобороны не будут. Пригожин сделан это максимально корректно. Ну а ближе к концу недели Пригожин снова идет, нет, не ва-банк. Он лично, ногами, с удостоверением героя России, идет в Министерство обороны, чтобы передать Шойгу свой собственный контракт о вступлении ЧВК «Вагнер» вооруженные силы. Но на его пригожинских условиях. Здравствуйте. Я могу письмо передать. Здравствуйте. Почтовая фиаско. Передать письмо Шойгу Пригожин так и не смог. Причины банальные. От Пригожина Минобороны прячутся. Смотрите, я снимаю все это. Сейчас все это в СМИ пойдет. Снял? Да. Отлично. Как же так получается? С одной стороны, вроде бы Минобороны – это обычное ведомство, куда теоретически каждый может принести письмо или какие-то документы, зарегистрировать и передать соответствующие чиновничьи руки. С другой стороны, Пригожин – это даже не любой гражданин, а гражданин со статусом Героя России. Ну и частная армия в придачу. Почему же его испугались? Вы уж смотрите сами. Но еще один вывод, который могу сделать лично я. У Путина просто не хватает личного ресурса на то, чтобы контролировать ситуацию внутри страны и заниматься внешней политикой. Когда он отвлекся на переговоры с Китаем, Пригожин активизировался с особой силой. Когда же теперь нужно укротить Пригожина, все внешние дела трещат по швам. Да и как оказалось, Путин слабо в внешней политике. Если у себя в России он может запугать и остановить, то такое же поведение на внешней арене, как мы видим, вызывает абсолютно обратный результат. Оказалось, что когда его режим чуть ли не впервые столкнулся с подобным потрясением, он начал сыпаться. И это пока ситуация еще относительно подконтрольная. Но что же может произойти в дальнейшем? А что же тогда получается? А получается, что перспектива у Владимира Владимировича такая себе. Спецоперация точно не закончится ничем для него хорошими. Велика вероятность того, что границы до 24 февраля будут для него максимальной победой. А сколько вообще может длиться эта война, которую сам Путин, кстати, называет время от времени войной? Мне на глаза попались интересные данные. Исследования Центра стратегических международных исследований, используя данные с 1946 по 2021 год, собранный Упсальским университетом, показало, что 26% межгосударственных войн заканчиваются менее чем через месяц. Еще 25% в течение года. То есть украинский вариант уже не вписывается в эту канву. Но тоже исследование также показало, что когда межгосударственные войны длятся больше года, то они в среднем продолжаются более 10 лет. Напомните, сколько длились чеченские войны? Так вот, тогда Россия воевала, условно говоря, на своей территории с гораздо меньшим противником. Ужас сложившейся ситуации в том, что самая большая война в Европе со времен Второй мировой уже нанесла колоссальный ущерб экономике и всем процессам, которые только начали оживать на континенте в постковидный период. Но есть и бонус, если хотите, в том, что архитектура безопасности уже никогда не будет прежней, и России придется теперь с этим считаться. Что же касается рисков для самой России, то тут нужно понимать, как быстро отдельные криминальные и бизнесовые кланы начнут играть в собственных интересах в мутной воде военного времени. И сколько в этой воде сможет барахтаться действующая кремлевская верхушка. И ситуация с Хальваром Пригожина яркая тому подтверждение. Ну а на этом у меня все. С вами был Владимир Унец. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok